Купаться все-таки разрешается. В Крещенскую ночь в Самаре на Волге будут работать пять официальных купелей. Еще по одной оборудуют в Тольятти и Новокуйбышевске. Кроме того, окунуться можно будет традиционно в Иорданиях при храмах области. Священнослужители, впрочем, напоминают, что обряд этот совершенно необязательный, а медики предупреждают о возможных противопоказаниях и рекомендуют отнестись к традиции со всей серьезностью, а лучше и вовсе от ритуала отказаться. Кирилл Козин вместе с врачами и спасателями оценил риски и узнал, почему массовые купания в этом году не отменили, а через Волгу ходить по-прежнему опасно. Что скрывает лед из статистика ЧП за первые две недели года? В этом году природа все-таки пошла на уступки. Толщина льда у берега Волги в районе Самары в среднем 30-40 сантиметров, а значит, массовые крещенские купания возможны. За безопасностью у каждой проруби будут следить спасатели и медики. Нельзя этого делать ни в период плохого самочувствия, ни после реконвалисценции, после пневмонии, после перенесенных респираторных инфекций, а сейчас они повышают свой уровень. Во-первых. Во-вторых, надо быть очень осторожным тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания. Священнослужители, впрочем, напоминают, купание в ледяной воде в крещенскую ночь далеко не главный ритуал для православного верующего. В первую очередь праздник — это воспоминание крещения Господня, воспоминание определенного вполне евангельского события. Воспоминание — это, с точки зрения церкви, в первую очередь, воспоминание литургическое, то есть во время богослужения. Если человек сделал, скажем так, главное, то второстепенно он потом тоже может сделать. В Тольятти обустроят одну купель на озере в парке Сахарова, в Новокуйбышевске — на озере Сокулино. В поселке Царевщина верующие смогут окунуться на территории храма во имя Рождества Христова. Больше всего купелей будет в Самаре. Пять. Их оборудуют на спусках Некрасовской, Маяковского, Полевой, Советской Армии и Девятой Просеки. Подготовят не только проруби, но и сам берег. Его уже начали чистить от снега. На всё про всё осталось два дня. Если со льдом у берега, в общем, всё понятно, и осталось только правильно подготовить иорданик купанием, то устраивать переправы спасатели настоятельно не рекомендуют. Сейчас лёд на Волге, да и на других крупных водоёмах Самарской области неоднороден. Если уж всё-таки не втерпёшь, то переправляться стоит либо в одиночку, либо небольшими компаниями. О личном транспорте даже думать не стоит. С начала года под воду ушли несколько снегоходов и одна машина. Два человека погибли. Устоявшиеся морозы играют злую шутку, затягивая полыньи тонкой коркой льда. Единственный способ не оказаться в ледовой ловушке посреди Волги, по мнению начальника областной ПСС, через Волгу не ходить. На лёд выходить вообще нельзя. Я как руководитель спасательной службы должен сказать, что пешеходная переправа не открыта. Толщина льда достаточная, чтобы на той тропе, которую мы видим на Рождественную, чтобы там ходить. Ездить там нельзя, конечно. Ситуация постоянно меняется. Данные мониторинга толщины льда можно посмотреть на сайте областной ПСС. Отправляясь пешком через Волгу, выбирать нужно только знакомый маршрут. Лучше не идти в одиночку. Если же несчастный случай всё же произошёл, то немедленно вызывать спасателей. Кирилл Козин, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.